Многие недопонимают, как это в Харьковской области, где, в общем-то, область Арсена Авакова, Антона Герасченко, кого там еще, Бориса Ложкина, главы администрации президента, бывшего сотрудника администрации президента Игоря Родина, уже последний, так сказать, по списку губернатора Харьковской области. Как могло случиться так после всех этих визуальных картинок, где марши Азова, марши Патриотова, ароматского арта и прочее, 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 массовые акции «Ультрас» по телевидению, как после всего этого могло случиться так, что Харьков, претендовавший на то, чтобы быть интеллектуальной столицей Украины, это, цитирую одного из пользователей в Фейсбуке, как вдруг оказалось, что победил Геннадий Кернес, у которого слишком много в биографии неоднозначных моментов, связанных косвенно, по крайней мере, с криминалом. Их в Харькове после, то есть фактически вот эта майдановская власть во главе с Арсеном Борисовичем в Киеве, во главе с его человеком Игорем Рейниным от должности губернатора, все вот эти активисты, которые не терпелось чего-то сделать и показать на картинку телевизионную, что Харьков это проукраинский, как они говорят, на самом деле майдановский город, Харьков проголосовал даже за Геннадия Кернеса, со всеми ему грехами, с большим результатом, и взрастил этот результат, вот эта власть Майдана. Чем взрастили? То, что Харьков никогда не принимал, он всегда был антимайдановским городом, хоть первый Майдан, хоть второй Майдан. Плюс вот эти вот марши Ультрас, они извращали картинку. Фактически харьковчане видели, что пытаются по-другому представить, то есть по-другому выставить город, манипулировать, говорить, что город другой, а не такой. И вот они, скорее всего, тут. Плюс то, что делала громадская варта. Эти мальчики, молодые люди в камуфляже, в масках. В Харькове воспринимается это все крайне негативно. Независимо от того, даже если бы это были не майдановцы, не любят в Харькове. Такой менталитет города. Пост мэра не предоставляет иммунитета Геннадию Кернесу. Тем более, что у нас уже были в парламенте несколько прецедентов, когда снимали иммунитет. Самый яркий случай, когда неприкосновенно снимали, это с Игорем Масейчуком, народным депутатом от радикальной партии Олега Ляшко. То есть у Геннадия Кернеса такая тоже остается ситуация напряженная. Вроде бы есть результат, но результат не гарантирует иммунитета. У центральной власти тоже вроде бы и может снять иммунитет и может довести, возможно, процесс против Геннадия Кернеса в суде до логического завершения, но тут результат, который он получил на выборах в Харькове. В общем, нынешняя власть сама себя загнала в непростую ситуацию.